еще раз про караван верблюдов после того как открываем вставляем фон просто перетаскивай нажав на кнопку мыши выбираем среди животных верблюда выделение и придерживая shift уменьшаем его чтобы не нарушить пропорции ставим за пределы будет выходить из экрана перекрашиваем в цвет верблюжье одеяло делаем ему обводку и теперь мы должны запустить его вдоль какой-то траектории для этого выбираем карандаш гладкость линии ставим восьмерку и карандашом рисуем траекторию по которой будет передвигаться этот верблюд выделение щелкаем по этой линии правая кнопка мыши копии и верблюда заставляем идти по этой траектории snap-to-path верблюд идет очень быстро за 10 секунд у нас проходит всю эту траекторию поэтому мы увеличиваем время движения примерно до 20 секунд на 10 секунде он будет находиться посреди экрана и копируем этого верблюда копия попробуем вставить через две секунды причем не пейс 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 инплейс чтобы он стал у нас на начальное место если мы запустим мы видим что у нас два верблюда идут практически синхронно второе повторяет движение первого двигаемся еще примерно 2 секунды еще на одну секунду еще на одну секунду если уберу кисп свободное нажимаем ctrl f как там указано и получается такая у нас история в видимой части на холсте верблюды появляются из-за левой кулисы можно попробовать немножечко подкорректировать траекторию и передвинуть сюда конец подредактировать траекторию можно кнопкой стрелкой direct selection добавим сюда побольше ухаб и сделать добавив новые узлы и составим верблюда идти не параллельно самому себе а оставаясь все время под этим и тем же уберу углом к траектории своего движения получается и обрагаем обязательно держи в д и и Ну и чтобы они все у нас покачивались надо их всех верблюдов выделить а ко всем невозможно применить такое действие поэтому по отдельности для каждого верблюда надо было для первого смысла это застолбить тогда не все повторяли бы его и можно еще попробовать траекторию сделать и он неравномерный